Трем подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня, так как нет особо никакой другой темы, я вам расскажу о своем небольшом подгоне. Мне сестра подознала чистую линию с единорогом, не знаю, знаете ли вы или нет, но эта тема будет интересна, наверное, inclusive for girls, но расскажу всё-таки её, потому что мы с вами потом ещё в конце подумаем, насчёт чего ещё можно снять видео. Булка, иди сюда. А вот моя кошечка вам передаёт привет, булочка. Ты моя сладкая, да? Ты моя сладкая? Моя маленькая. Давай. Топ-топ. И знаете, пожалуй, наше знакомство с этой линией, наверное, мне не всю её подогнали, да, чисто уход для лица, потому что, мне кажется, в этой коллекции ещё есть крем и что-то ещё, но это вулканическая коллекция, то есть начнём мы с мицеллярочки. У меня тут просто булка хочет очень понять, что это такое, я ей даю понюхать и говорю, что это мицеллярочка, мицеллярочка, она в неё трётся. Вот так вообще, вот такая вот мицеллярочка в маленьком формате, да, и в большом формате. Кто-то очень хотел на неё гадить, да ладно. Вот. Мицеллярочка вроде как ничего, вот я сейчас ей обработала кожу. На самом деле, эту коллекцию я открыла ещё вчера, но воспользовалась только двумя продуктами вот из этой коллекции. Мицеллярочку большую открыла сегодня, потому что мне нужно было протереть лицо после умывания и понять, будет ли у меня на это всё аллергия или нет, потому что я всё это буду тащить в своё, ну не знаю, назвать ли основным, не основным местом проживания. Там просто очень шумно, я там не снимаю никогда больше. Вот. И, в общем, я должна знать, что с собой тащить, что не тащить, что можно кому-нибудь просто отдать. Кстати, на губах карандаш Vivienne Sabo 103, если это кому-то будет нужно. Vivienne Sabo очень хорошие карандаши для губ и ничего такие автоматические карандаши для бровей, хотя там очень-очень мало продукта. Мне кажется, можно поискать что-нибудь ещё. Вот у меня так вышло, что фактически по одному продукту из шести, которые я вам показываю, открыто, вот такая вот пенка для умывания, она вроде как снимает макияж, ну тоже вулканическая. А тут что написано? Ну, на мицеллярке я вам не буду читать, да, или прочитать? Давайте, ладно, давайте прочитаем, что у нас на мицеллярке написано, на ней вообще что-нибудь написано, нет? Нет, на ней ничего не написано, тем лучше. Короче, чёрная вулканическая пенка, да, для умывания тщательно, но нежно очищает кожу, снимает макияж. А что ещё умеет эта пенка? Очищает на 100 из 100, придает естественное сияние, улучшает цвет лица, да, осветляет, сорян, это я уже по корейскому уходу загоняюсь, то, что там осветляет. Это просто оставляет кожу нежной, мягкой, увлажнённой. Уголь в составе пенки надолго матирует кожу. Кстати, вот пенка мне очень понравилась, хотя я её только один раз юзала, поэтому может ещё не понравиться. Я хочу провести эксперимент и попользоваться вот этой вот уходовой линейкой в течение месяца хотя бы, да. Можно, конечно, неделю, но, наверное, хотя бы месяца, потому что я не знаю, вызовет ли у меня это аллергию или нет. С первого раза может ничего не быть, это нормально. Вот, поэтому я попользуюсь и скажу об этом вам, о своих успехах, в общем-то. Стоит, не стоит это брать, потому что линейка вроде как не очень дорогая. Ну, как вы, за такую идею или против неё? Ну, типа вам это интересно или нет? Потому что если вам будет это интересно, я постараюсь что-нибудь ещё новое пробовать и выкладывать об этом видосик. Ну, то есть сейчас будет один видосик и потом. Ну, давайте, короче, посмотрим дальше. Идеальная кожа коллекшн, бум, да, ежедневный гель-скраб для умывания. Он выглядит вот так вот. Тут тоже единорожек, тут написано, что он умеет. Я его ещё не открывала. Но, надеюсь, что, ну, сегодня-завтра открою, потому что, по мне, так он прикольный. Ну, по крайней мере, по виду. Ну, мы сейчас посмотрим, откроем, посмотрим, что по запаху. Кстати, эта пенка угольная, да, которую я вам показывала до этого, она реально пенка. Как пенка для бритья, только пенка для умывания. Очень классно. Мне прям зашло. И кожа действительно заматировалась. Так, экспресс-формат ежедневное очищение два в одном. Гель нежно очищает, окутывая кожу комфортом и уходом. Скраб дополняет очищающее действие, разглаживает кожу и продаёт сияние. Как бы применение у них там тоже написано, но я думаю, что с этим разберётся каждый. Там просто на увлажнённое лицо, наносите продукты, всё. Короче, чё тут написано? Вот здесь, вот здесь мы видим. Чё мы видим? Чё мы видим? Мы ничего не видим, потому что я без очков, я слепая. Очищает, смягчает и устраняет неровности. Вулканические минералы для всех типов кожи. Ну, это очень классно, что для всех типов кожи, потому что, как бы, не все могут подобрать уход для своей кожи, потому что не знают, какой у него у неё тип кожи. Поэтому супер гуд. Так, дальше что? Дальше я покажу вам кремцы. Вот один запакованный, мы им сейчас будем мазаться, да? Обмазываться просто, просто с ног до головы обмажемся. Наверное, охренеем и умрём от крутости этого крема, но посмотрим. Я вам покажу вот тот крем, которым я пользовалась уже на ночь, и он вроде как действительно смягчил кожу. Единственное, что у меня на подворотке пошло шелушение, но я грешу на мороз, потому что у нас сначала стало тепло, потом немножко влажно, потом подморозило, потом опять тепло, и вот у меня, возможно, кожа без увлажнения, потому что я периодически забиваю на этот уход. Вот почему я, собственно говоря, и говорю, что надо хотя бы месяц попользоваться. Короче, без увлажнения. Да, да, булка. Ты хочешь, чтобы я потом как-нибудь с тобой красилась, да? Чтобы ты выбирала товары, которыми краситься. Ты действительно хочешь этого, да? Она выберет одни карандаши и будет просто с ними бегать, с карандашами и кисточками. Вот она очень любит так делать. То есть она отберет карандаш, его унесет, потом отберет кисточку, и они будут с бисюком играться. Все. Короче, крем-сон для лица. Это вот такая вот упаковочка. Она весьма интересная по дизайну, хотя простая и из дешевого картона. Ну, как бы, что мы хотим от бюджетной линии. Дешевый картон, тонкий, тонкий дешевый картон. Вот он. Тут, ну, в принципе, дизайн отличный. То есть все красивенько так. Молодежно, не молодежно, не знаю. Я не знаю. Но, в принципе, мне зашло. Вот такая баночка. Давай, фокусируйся. Вот такая вот баночка, да. Сейчас мы ее немножко промотаем. Промотаем. Внутри. Вон. Ну, вот внутри вот такая штука, да. Я ее, как бы, до конца не снимаю, но эта штука у меня порвалась. Немножко. Немножко порвалась. Потому что очень как-то сильно припаяна к банке. Булка, не залезай сюда. Да, я тебе сколько раз это говорю. Вот. Внутри он, ну, мы можем увидеть, что вот он где порвался. Он немножко подтек. Говорю сразу, порвался не по... Не по вине производителя. Это я его пыталась открыть. Открывала, 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 открывала. И не смогла до конца открыть, поэтому он порвался. Замечательно объясняю. Ну, ладно. Короче, вы поняли. Запах он имеет лично для меня приятный. Немножко какими-то фруктиками, немножко цветочками. Действительно смягчает кожу. Я вам сейчас прочитаю, что он делает. Он, да, он смягчает кожу. Я не знаю, как насчет того, выглядит ли она отдохнувшей или нет. Ну, вы можете посмотреть на мою кожу, в принципе. Типа, там пишут, что после первого применения она выглядит, как после 8 часов сна. А я постоянно работаю в ночь. Ужасно. Короче, что тут написано? Вот, мы можем прочитать это здесь. Я вам показываю, да, что я не проверяю сейчас. Ничего, не искажаю никакой информации, которая написана на упаковочке, да. Уже на первое утро лицо сияет красотой и свежестью. Через неделю нет признаков усталости и стресса. Длительный эффект увлажнения, интенсивное питание, идеально гладкая и нежная кожа. Попробую всю мультиактивную систему ухода для идеальной кожи. Ну, тут, видимо, еще какая-то крем-гель для лица с гранатиком, да, крем для век увлажняющий. И гель для умывания и нежное очищение. Ну, не знаю, может быть, если мне вот эта вот коллекция зайдет, то я самостоятельно все остальное докуплю. Вот, так. Я кладу крем в коробочку, я не знаю зачем, просто мне очень нравится их содержать в коробочках. Такая я по натуре. Кстати, у меня есть с чем сравнить ночной уход, то есть, если он мне зайдет, то уже явно будет лучше, чем вот эта вот Баблтея, ну, маска, да, корейская. Типа, ночной уход. Мне лично не очень зашел, потому что там говорят, что он, по-моему, то ли, мне он лично не очень зашел, хотя на коробочке было написано, что, по-моему, то ли один, то ли два раза в неделю надо применять. Я применяла один раз в неделю, потому что там написано было про ежедневный уход, короче, неважно. Я его применяла один раз в неделю, и кожа у меня начала шелушиться, вот ощущение стянутости было, и... What the fuck? Это должна быть увлажняющая маска. По крайней мере, мне так сказали. Знаешь, как это... Я солдат, и у меня под глазами мешки я сам не видел, но мне так сказали. Сорян, не удержалась. Короче, вот. Ок. Ладно, я знаю, что я пока пою не очень, но я надеюсь, что я буду петь потом хорошо. Потому что все, что я делаю, не должна пройти даром, и я постараюсь, чтобы это даром-то не прошло. Распаковываем мы, распаковываем маску. Это... Нет, это не маска. Нет, это крем-маска сияния кожи для лица, подсвечивает, увлажняет, хайлайтер, эффект. Вот, собственно говоря, да. Давайте осмотрим коробочку. Тут что-то написано, я вам пока не зачитаю, потому что я сама не читала всего этого. Вот. Тут, собственно говоря, сайт, все такое, да. Снизу ничего интересного, и вот крышечка вот такая. Ну, давайте же прочитаем. Используйте как подсвечивающую крем-базу под макияж. Увлажняет, оставляя кожу мягкой и нежной. Дружит с макияжем best friends forever. Используйте как несмываемую маску для экспресс-сияния. Создаёт эффект макияжа и без макияжа. Подчеркивает естественную красоту. No makeup. Результат красивая сияющая кожа, а с макияжем или без решать только тебе. Знаете, я так надеялась, что это крем, но это не крем. Поэтому мне придётся наносить это на кожу и юзать, видимо, тоник ещё раз. Господи, я сейчас... Говорящая голова просто. Давайте поболтаем. Взорви свой привычный уход за лицом. Бом-бом-бом. Сила вулкана природных экстрактов. Уникальная мультиактивная формула. У меня просто нога устает, я тут очень неудобно полюсирую. Формула на 100% натуральной основе. Вулканические минералы заряжают энергией, улучшают цвет и текстуру кожи лица. Камелия интенсивно увлажняет и питает кожу, подсвечивая её изнутри. Мерцающая пудра окутывает кожу волшебным блеском, делая её яркой, сияющей, обладая светоотражающей способностью. Не комедогенно. О! Смотрите-ка. Смотрите-ка. Не комедогенно. То есть, производители говорят, что не будет у нас, короче, прыщиков от неё. Ну, типа даже если аллергическая реакция пойдёт. Кстати, у всей этой коллекции почему-то срок годности 6 месяцев. Зная меня, за 6 месяцев я её не израсходую. Но, зная то, как мне интересно брать какие-то челленджи, ну, вы не знаете об этом, да? Потому что я этого ещё не делала, вот прям на камеру, да? А так, думаю, нормально будет протестировать. Короче. Давайте её откроем. Тут внутри у нас такое облачко, да, нарисовано на этих крышечках. С единорожками. Баночка, ну, совсем не отличается от ночной маски. Ну, и ладно. Главное их не перепутать. Чё там, нам говорили, что она подходит как с макияжем, так и без макияжа. Давайте сейчас, подождите-ка. Крем-база под макияж. Нанесите на очищенную кожу, равномерно распределите по лицу до полного впитывания. Далее нанесите свой привычный макияж. Маска. Нанесите маску плотным слоем на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Через 5-7 минут удалите остатки маски с салфеткой. Чё мы будем сейчас делать? Давайте просто нанесём её как крем, потому что увлажнение кожи, ну, никогда не поглядит. Конечно, её можно переувлажнить, и тогда у вас полезут всякие прыщики и всякая хрень. Но это не в нашем случае. Совсем не в нашем. Окес. Окес. Открываем. Сейчас тут защитная крышечка, опять же, вот эта вот. Вот она. Не знаю, снимать её или протыкать, потому что, честно, я не могу её снять. Если только зубами. Вот эта пошла нормально, только у меня остался отпечаток моих губ на баночке. Давайте её немножко протрём мицеллярочкой. Похоже, маска вот эта вот крема... Ой, господи. Пахнет просто божественно. Или я просто токсикоман? Не знаю. В общем, маска похожа на йогурт. Прям очень-очень похожа на йогурт. Она такая аппетитненькая, я прям не могу. Ладно, давайте начнём её пользовать. Сделаем просто увлажнение, потому что с маской у меня сейчас нет нежелания, ни времени сидеть. Даже эти пресловутые 5-7 минут нет времени, понимаете, нет. Убегаю. Убегаю я. Ладно. Просто вмазываем сколько можем, потому что... Иначе-то как? Как иначе? Мне, кстати, говорили, что какой-то из этих кремиков тонирующий, да, я не помню, говорила ли я об этом в начале видео, но, типа, какой-то из этих кремиков должен быть тонирующий, и он прям тонирует как этот, короче, как консилер, лёгкий такой консилер. По-моему, это должен быть этот крем, но я, честно говоря, не уверен. Возможно, это совсем не этот крем, возможно, просто ещё... Ещё что-то для лица должно быть какой-то кремик. Ну, ладно. В общем, не суть. Мы пробуем пока то, что имеем. И если не вызывает никакой аллергии, никакой плохой реакции, можно бежать в магазин. Ну, если, конечно, это ещё помогать будет, то можно бежать в магазин и купать коллекцию. Не забываем о том, что у нас ещё есть шея, потому что за шеей я совсем не слежу. Типа, блин, а надо, надо. Шея это у нас опора головы. Знаете, без шеи не было бы головы. Ну, нет, была бы, конечно, но мы бы не могли ей вращать, наклонять её там. Ну, типа, шее тоже нужен уход. Так что не забывайте о шее. Шея вам будет признательна. Будет мягкая, нежная, типа. И всё такое. Ну, в общем, как-то так. Как-то так вот. А, особенно, кстати, шея особенно поддаётся аллергии, по крайней мере, у меня. Когда у меня появляется аллергия на кошках, она высыпает, блин, на шее, на руках. Бисюк, ты что там опять дверь открываешь? Вот кошки. Научила их дверь открывать. Вот они ходят, дверь открывают, в туалет заглядывают. Такие, эй, есть там кто? Эй, а если найду? Это гоп. Гоп, стоп. Собственно говоря, вот. Вы, наверное, ничего не видите, не замечаете. В моём лице, ну, никаких изменений. Да и, честно говоря, я и сама не замечаю их, но, ладно, возможно, они есть. Ну, по крайней мере, кожа стала действительно мягче. Действительно мягче. Ну, уж очень я хочу вот это вот попробовать. Прям не могу, не могу. Могла бы сейчас, конечно, намазать, намазаться сверху, но не буду, потому что я уже намазала кремом. Так, у своей женской части аудитории я бы очень хотела спросить, пробовали ли вы вот эту вот серию, потому что она, ну, относительно дешёвая, да, там дороже 250 рублей, ничего нету. И как она вам? Зашла, не зашла? То есть, зря я стараюсь или не зря? Ну, как стараюсь? Зря я на себя это всё мажу или нет? Вдруг есть что-то более классное, более клёвое. Ну, знаете, для нормальной, комбинированной кожи, потому что сейчас у меня уже кожа, не скажу, что жирная, но просто Т-зона жирная, щёки сухие и типа комби, комби кожа называется это. Да. Вот. И хотите ли вы увидеть, как меня красит трансгендер или ещё что-нибудь? Или, может, вы хотите историю в следующем видео, да, о том, как меня пытались убить? М-м-м? У меня даже, по-моему, где-то аудиосообщения сохранились, но я, наверное, буду там цензурить мат, потому что мне ругаться можно, а вот тем, кто меня отсылает, нельзя. Бесюк, хватит всё скидывать, хватит прыгать туда-сюда, ты зачем запрыгнула на шкаф, чтобы с него спрыгнуть сразу же и свалить? Ох, ох, как так вообще? Ну, ладно, в общем, пишите свои комментарии, свои пожелания в комментариях, заходите, подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно, потому что там выходят анонсы, разные, разные анонсы, там собирается музычка, которая бывает у меня в видосиках, потом, чё там, там есть чат, ну, он не очень активный, он как бы почти совсем не активный, но вы можете попробовать поднять активность. На этом я с вами прощаюсь. Напишите обязательно в комментариях, сколько мне использовать эти продукты по времени. Неделю, две недели или всё-таки месяц? Извините, у меня тут булка трётся о штатив. А вам спасибо за просмотр. Я забыла уже, что говорил до этого, меня отвлекли. Ну, короче, просто оставляйте свои комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. Если вы не будете подписываться на канал, я буду просить об этом в самом начале, и поверьте, мне этого сама не хочется. С наступлением весны и вас, как бы, она уже близко. Скоро будет тёпленько, скоро будет здорово. Не нужно будет носить тяжёлую зимнюю одежду, и можно будет гулять хоть все сутки напролёт. Вот, в общем, всё, всё, всё заканчиваю. Вам спасибо за просмотр, и всем пока!